В деле о многомиллионном наследстве безнеслумен Людмила Браташ, за которые три года бился Никита Джигурда, похоже, поставлена точка. Недавно Мосгорсуд принял решение передать состояние сестре скончавшейся женщины Светлане Романовой. Таким образом, суд признал недействительным завещание, в котором якобы Браташ оставила все свои сбережения артисту и Марине Анисиной. Как отмечает экс-директор Джигурды Антонина Саврасова, такого документа и не было никогда. Завещание — плод его воображения, с которым он обошел эфир и все ток-шоу на телевидении. Более того, Никита даже брал кое-что под залог тех денег, которые планировал получить. Больше по теме Никита Джигурда выиграл суд у бизнесменов из белорусского казино «Актер не стал сниматься в непристойном ролике», за что с него требовали неустойку. Но сам Джигурда всегда настаивал на своем завещании было. Но сначала, по его версии, его украли, потом он заявлял, что собственноручно выбросил документ из окна. А потом последовала и вовсе фантастическая история о том, как бумаги у него украли головорезы на улице. Кроме того, бывшая представительница артиста рассказала некоторые подробности взаимоотношений Джигурды и Браташ, которая, как известно, является крестной детей актера и фигуристки Анисиной, сына Миканжели Клиста и дочери Эф Влады. Как отмечает Саврасова, Людмила Браташ была женщиной пьющей и опустившейся и никому не нужной, чем и воспользовался Никита Джигурда, начав оказывать ей эскорт услуги. За это бизнесвумен платил артисту. Он же, утверждает бывший директор актера, брал деньги за любовные услуги, потому что жить ему было ни на что. Для Анисиной же Джигурда находил какие-то объяснения. Прокомментировала Антонина и новые совместные фотографии Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Никита в последнее время стал хищником, он ищет состоятельных женщин, объясняет Антонина. А с Волочковой это очередной пиар, иначе его забудут. Ему нужны такие люди, чтобы вместе с ними участвовать в различных шоу, потому что другого заработка у него нет, — приводит слова Саврасова и издание «Собеседник».